МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неизвестный вирус. В Днепре десятки школьников оказались на больничных койках, чем отравились. Как минимум 800 авиарейсов отменили. На Америку надвигается мощнейший ураган. Куда повернёт стихия и к чему готовится США? Один украинский военный ранен сегодня на Донбассе. Боевики уже 15 раз открывали огонь по нашим позициям. В пяти случаях били из запрещенного оружия. Несколько раз армейцам приходилось стрелять в ответ. Подробнее о ситуации на линии фронта расскажет Геннадий Вивденко. Ещё до полудня враг открыл хаотичный огонь из пехотных миномётов по украинским окопам. Впрочем, у наших бойцов стальные нервы. Обмануть себя не дают. Наразі відбулася ротація противника і перейшли на зміну старим підрозділам нові. Найманці з Осетії. За окопами сразу мирные кварталы. Даже не прицельные, но периодические обстріли – это уже опасность для жителей Маринки. Вчера, например, в ночі до 12 ночі вони були розривними кулями. Також це було неприцельно. Прилетало вверх над позиціями в мирних жителів. То есть в хати, в підвір'я. Недавно от огня боєвиков пострадало і гражданское поміщення. В нескольких кілометрах от передовой. На днях в здание Маринской райгосадминистрації влетела трассирующая крупнокалиберная пуля. Вон там видно на четвертом этаже. Сотрудники говорят, что такого не було со времен 2014 года. Доказательство того, что даже в центре Маринки сейчас снова небезопасно. Пуля попала ночью в здание управления сельского хозяйства райгосадминистрації. К счастью, ніхто не пострадал. На полу пуля валялась. И немножечко подплавился провод от компьютера. Ну, вот так вот. Когда уходили с работы, все было нормально. В этом блоке администрації уже делают ремонт. В Доме творчества рядом литературная встреча. Бывший известный пресс-офіцер одной из бригад, которая стояла на защите именно Маринки, презентує свою книгу под названием «Ироничным Каратель». Первая презентация книжки должна быть там, где происходила, напевно, большинство событий. Тут живут люди, про которых я писал. Тут, например, в зале есть герои, несколько героев моей книжки. Война возле Маринки продолжается. Украинские бойцы под периодическим огнем тщательно следят за перемещением врага. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин, Антон Чиженко. Подробности телеканал «Интер» из Донецкой области. Поговорил, но не с теми. Координатор ОБСЕ Тони Фриш встретился с украинцами, которых боевики незаконно удерживают в оккупированных регионах Донбасса. В рамках трехсторонних договоренностей представители миссии должны были допустить к 17 заключенным по списку, который предоставила украинская сторона. В итоге Фриш пообщался лишь с 10. В том числе и с осужденными еще до 2014 года, которых в списке не было. Как-то объяснили боевики, Тони Фриш не рассказал, отметил только, что среди тех, с кем он поговорил, был журналист. Станислав Асеев и украинские военные, Богдан Пантюшенко, Александр Кореньков и Сергей Глондар. На Донбассе нам не удалось увидеться со всеми внесенными в список заключенными, и я не хотел бы предоставлять сейчас какое-либо объяснение. Если бы все стороны, заседающие в Минске, имели желание осуществить обмен, мы могли бы провести его уже завтра. У нас были принциповые пресвящие. И вот, на жаль, в Луганске ситуация гірше, чем в Донецке, что дали встретиться не с теми людьми, которые у нас есть серьезные подставки думать, и что их катают. Поэтому еще раз хочу наголосить, что это информация, что пан Фриш, того списка, который украинская сторона в Минске несколько раз подавала и просила встретиться в приоритет, на жаль, встретился меньше, чем с половиной. Санкционная стабильность. Совет Евросоюза еще на полгода продлил персональные санкции против граждан РФ и юридических лиц за посягательство на территориальную целостность Украины. Попытки российских компаний ослабить санкции потерпели фиаско и в европейском суде. Ирина Иванова знает подробности. Она в Лондоне. Заморозка активов, запрет на въезд в ЕС. Эти санкции Евросоюз ввел против конкретных граждан и компаний РФ еще в 2014 году. За это время в Брюсселе не заметили изменений, которые давали бы предпосылки для ослабления этих ограничений. В списке 155 фамилий и 44 юридических лица. Завтра это положение напечатают в официальном журнале ЕС. Оно будет действовать до 15 марта следующего года. Оценка ситуации не показала необходимости в изменении санкционного режима. Соответствующая информация и перечень причин для внесения этих лиц и организаций в список были обновлены. В ЕС также действуют экономические секторальные ограничения против России и так называемые крымские санкции. Их регулярно обновляют. Несколько российских банков и компаний, в частности Роснефть, Газпром, Алмазантей и Сбербанк, еще в 2014 году попытались добиться отмены санкций. Дело дошло до Европейского суда в Люксембурге. Он подтвердил правоту Брюсселя и отклонил иск. Суд постановил, что решение Совета ЕС, против которого был оформлен иск, направлено на повышение цены действий России, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Международное давление на Россию усиливается и не только из-за событий в Украине. Целый санкционный фронт открылся в США. Там ввели ограничения против Москвы из-за вмешательства в выборы президента в 2016 году и отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Ирина Иванова, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Европарламент номинировал Олега Сенцова на премию имени Академика Сахарова. Кандидатуру заключенному в Россию украинского режиссера поддержали сразу несколько политических групп. Принять решение, кому достанется 50 тысяч евро, Президиум парламента должен в конце октября каковы шансы на победу, узнавала Елена Абрамович. Он голодает уже 122 дня и требует освободить не только себя, но и всех украинских политзаключенных. Так аргументирует выдвижение кандидатуры Олега Сенцова, евродепутат от Германии, Ребекка Хармс. Ее политическая группа, партия зеленых, на премию выдвинула общественную организацию, которая занимается беженцами. Однако Хармс, которая в прошлом режиссер-документалист, подпись поставила за Сенцова. Я думаю, он не только этого заслуживает, он нуждается в этом. Его посадили на 20 лет за то, что он боролся ненасильственным способом за свои гражданские права в Крыму после аннексии. Кандидатуру в Сенцова поддержала крупнейшая политическая группа, Европейская народная партия. Через месяц в комитетах пройдет тайное голосование. Два года назад большинство поддержало Мустафу Джемилева, лидера крымско-татарского народа. Однако премия досталась не ему. Европарламент в последний момент отдал приз двум секс-рабыням, освобожденным из плена ИГИЛ. Но сейчас, я думаю, Сенцов имеет реальные шансы. Он заключенный. И после действий России в Великобритании в этом году политическая атмосфера здесь, в парламенте, более благосклонна к Украине. Не повторится история еще и потому, уверяют евродепутаты, что российское лобби теперь значительно слабее. И обещают на этот раз бороться активнее. В этом году мы организуем лучшую поддержку и информирование. Ведь важно Сенцова сделать победителем. В Польше, например, победитель Нобелевской премии мира Лех Валенца поддержал его номинирование. Премию имени Андрея Сахарова Европарламент основал 30 лет назад. Это был советский физик и правозащитник, который также защищал Украину во времена правления Компартии. Удастся ли Украине завоевать эту награду, станет известно в конце октября. Из Страсбурга Елена Абрамович, Вадим Сверидонов подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Преступное подозрение. Первый замглавой службы безопасности Павел Демчина заявил, что НАБУ готовит ему по сообщению о подозрении. Это заявление в Фейсбуке опубликовала пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская. НАБУ подозревает Демчину в незаконном обогащении. Такие действия замглавы СБУ назвал преступными. Он считает, что детективы вмешиваются в его профессиональную деятельность якобы из-за разоблачения противоправной деятельности сотрудников бюро. Гиперлука отменяется министру инфраструктуры. Владимиру Амеляну сотрудники Национального антикоррупционного бюро сегодня утром вручили подозрения. Чиновника обвиняют в незаконном обогащении, что забыл или не захотел задекларировать министру в нашем материале. Владимир Амелян с 2000 года находится на госслужбе. За это время чиновник успел заработать чуть более 2 миллионов гривен официально. Но фактические расходы министра только в период с 2008 по 2015 составили 3,5 миллиона. Мова идет про незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации. Мова идет про новую автовку позашляховых BMW X5 2015 года а также про готувку 90 тысяч долларов США и 25 тысяч евро. Отже загальна вартость таких активов на той час складала понад 4 миллиона гривен. Кроме того министр внес недостоверные данные в декларацию 2015 года. Не упомянул об активах на сумму более 3 миллионов гривен. Дальше больше. В 2016 по версии детектива в НАБУ чиновник скрыл 8 миллионов гривен и занизил цену своего автомобиля Volvo в два раза. Амелян также не зарегистрировал дом в Киевской области площадью почти 300 квадратов, земельный участок 210 гектаров и расходы на аренду дома. Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд назначить залог министру в 5 миллионов гривен, сообщают СМИ. Это, как посчитали в НАБУ, разница задекларированных доходов и расходов. Сам министр обвинения в свой адрес отрицает. Оправдывается, дескать, незадекларированная машина принадлежит брату, а вот неофициальные доходы не комментируют. Кроме непонятных источников доходов, незадекларированных авто и земельных участков, Амелян запомнился нереализованными реформами. В частности, он планировал запустить в Украине гиперлуп, хотел отменить железнодорожное сообщение с Россией, из-за чего работу могли потерять более 5000 человек. Если вина Амеляна по делу о незарегистрированных доходах будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы и отстранения от госдолжностей на три года. Лариса Зубенко Данил Сниссер, Дмитрий Курченко и Андрей Ярковой. Подробности Телеканал Интер. Национальное агентство по предотвращению коррупции просит НАБУ расследовать деятельность судей Соломенского райсуда Киева Анны Сергеенко. Именно она должна завтра определить меру пресечения министру инфраструктуры Владимиру Амеляну. У НПК есть вопросы к ее электронной декларации. Об этом украинским новинам сообщил источник в агентстве. По его словам полной проверки подлежит отчет Сергеенко о доходах и расходах за 2015 год. Обкуренного антикоррупционера задержала киевская полиция. Ночью в районе Мастопатона правоохранители заметили мужчину в состоянии напоминающем наркотическое опьянение. При нем обнаружили около 5 граммов вещества похожего на марихуану и удостоверение сотрудника НАБУ. По неофициальным данным мужчину поймали во время курения возле своего автомобиля. Сейчас вещество проходит экспертизу ее результаты и определят дальнейшую судьбу задержанного. Участники проекта СтопКоррупции пожаловались в Национальный Союз журналистов Украины. Причиной стало вчерашнее нападение на корреспондента и оператора в селе Лидии в Каниколаевской области. Там руководитель агропреприятия Небулон набросился с кулаками на съемочную группу СтопКора, после чего несколько часов их против воли удерживали. Ранее журналисты уже обратились за поддержкой к международной организации Amnesty International и к Верховной Раде. В обращении коллектив СтопКора заявил, что опасается за жизнь своих коллег. Юные спасатели. Сегодня президент Украины наградил молодую маму, молодого специалиста, а также девять школьников и студентов со всей Украины. Все они в прошлом и в этом году спасали в пожарах и на водоемах людей, которые оказались на грани гибели. Зачастую это были тоже дети. На счету героической молодежи десятки спасенных жизней. Среди них и выпускница Одесской школы Екатерина Ной. В ночь с 15 на 16 сентября прошлого года она уберегла от огня детей в лагере Виктория. Не раздумывая рискнули властным життям заряды порятунку ближнего. Незважаючи на то, что среди них есть дети, они не взлякалися, не отступили, не отвернулися и не втекли. Их питали, они точно не вважают себя героями, попри те, что на двоих врятовали 23 детей. 23 детей обязаны им своим життям. Я хочу наголосить, что так можно сказать про каждого из вас. Я твердо переконан, что именно за такими украинцами это будущее. Вчинки героические никто не планует. Это неожиданно выйдет. Ты даже не думаешь, что действительно ты врятовал жизнь. Это уже приходит через великий час. Конфликт на Донбассе, Северный поток 2, вмешательство в выборы. Ответы на самые актуальные вызовы будут искать в ближайшие дни в Киеве. Ежегодный саммит Ялтинской европейской стратегии собрал политиков и бизнесменов с мировым именем. На форуме работает наш корреспондент Александр Васильченко. на прямой связи со студией. Саша, здравствуй, расскажи, кто приехал и о чем уже успели поговорить. Добрый вечер, Катя. Судьба будущих поколений это главная тема 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, которая сегодня началась в Киеве. Организаторами выступает международный форум ЕС и фонд Виктора Пинчука. В нынешнем году на конференции соберутся около 600 украинских и зарубежных политиков, бизнесменов и дипломатов из 28 стран, в том числе и России. Форум продлится три дня с 13 по 15 сентября и собственно официальное мероприятие только начало свою работу. Сейчас с приветственным словом выступил Александр Квасневский, экс-президент Польши, глава наблюдательного совета ЕС. Позже выступит мэр Кива Виталий Кличко и закроет сегодняшний вечер основатель форума Виктор Пинчук. Главные дискуссии ожидают в следующие два дня. Завтра форум открывает президент Петр Порошенко, будут говорить об угрозах мировому сообществу, экономики, политики, обсудят будущее США, ЕС, НАТО и России. Также собираются обсуждать вызовы, с которыми сталкивается сейчас Украина. Коснуться будущих президентских и парламентских выборов в нашей стране. И уже точно известно, что завершать форум в субботу будет премьер-министр Владимир Гройсман. Его выступление посвящено будущей модели развития Украины. Подробнее о форуме в ближайшие два дня будут рассказывать уже мои коллеги. У меня пока все. Катя. Саша, спасибо. Александр Васильченко был на прямом связи со студией. Он, напомню, в эти минуты находится в Мастерском арсенале, где проходит саммит ИЕС. Владимир Гройсман сегодня встретился с одним из самых авторитетных борцов с кибертерроризмом и сетевым экстремизмом в мире Джаредом Коэном. Он возглавляет специальное подразделение компании Google, которая ищет способы противодействия онлайн-цензоре и кибератакам. Коэн побывал на востоке Украины, в частности, посетил Славянск, Краматорск и прифронтовую Авдеевку. Американцы интересовали особенности информационной войны на Донбассе. Это, а также гибридную агрессию России против Украины он обсудил на встрече с премьером. Это очень важно для того, чтобы увидеть самостоятельно, что происходит. Важно даже осуществить, что в 21 веке абсолютно никто или международными правилами, законами Россия в том, что наша государство. И люди от этого очень страждают. Считать по-европейски. С 1 октября Украина должна перейти на суточное балансирование рынка газа. Запуск новой системы учета несколько раз переносили по разным причинам. Дочерние компании Нокнафтогаз Укртрансгаз и признались, что снова не успеют. Почему? Все подробности в материале. Ежедневный учет, экономия на закупках газа и прозрачный рынок. Все это может стать реальностью для Украины. Для этого отечественной газотранспортной системе необходимо перейти на посуточное балансирование. Принять новые правила призывают европейские партнеры. На сегодня Украина балансируется раз в месяц, Европа балансируется каждого дня. Неодноразово секретаря энергетического співтовариства Еврокомиссия писали листа до уряду стосовно того, что Украина должна интегроваться в европейскую газовую систему. Для того, чтобы мы с ними работали в Унисон, нам необходимо запроваджувати подобное балансирование. Суточное балансирование ГТС поможет также экономить на закупках газа. На сегодня в Украине цена формуется на месяц наперед, а в Европе цена формуется каждого дня. Таким образом, если мы проходим на подобное балансирование, рынок станет эффективнее и можно купить на дальние периоды газ дешевше. Но экономить не торопятся в Укртрансгазе, дочерней компании Накнафтогаз. Именно анализ занимается поставкой голубого топлива в Украину. Накануне, во время первой презентации информационной платформы новой системы учета, исполняющий обязанности президента Укртрансгаза Андрей Хоменко заявил, что запустить ее с 1 октября не получится. Причин якобы несколько. Отсутствие кадров, необходимость обучить потребителей новой системе и главное формирование реестров клиентов. Проблемы с доступом к новой платформе были и у операторов газораспределительной системы, которые обеспечивают украинцев газом. По состоянию на сегодняшний день операторы газотранспортных систем получили доступ на вход на платформу только 3 дня назад. Презентации информационной платформы будут проходить аж до 21 числа. Обучение по платформам не начато. И даже мы как операторы вчера не могли не имели кода ДСО на эту платформу. Процесс суточной балансировки должен был запущен в Украине в детском режиме начиная с 1 мая этого года. И полноценно он должен был начать функционировать с 1 октября. Временный глава Укртрансгаза предложил перенести начал работы новой системы уже в третий раз. Компания даже получила штраф за задержку 850 тысяч гривен. Но тщетно, ведь по мнению эксперта все санкции дочерняя компания Нафтогаза может перекрыть. «Виникают что он не обґрунтованно нараховывает эти борьбы с метою подальшего банкротства, оглашения банкротства этих компаний и монополизации и монополизации рынка продажа природного газа к кинцевым споживачам». А пока монополист затягивает с запуском новой системы, участники рынка газа уже готовы ее использовать. «Мы имеем свой программный продукт, который работает полноценно и мы этим инструментом пользуемся на сегодняшний день». «Мы, как биржа, тоже готовы доподобного балансования. Мы развернули свою торговую платформу и научили в ней работать около 180 компаний, участниц рынка природного газа в Украине». «Константин Редин», Вячеслав Медведев, подробности, телеканал «Интер». Украинские газовики просят власть не допустить взрыва отопительного сезона. Из-за маневров нафтогаза в газораспределительной отрасли сложилась критическая ситуация с финансированием. Компании покидают тысячи квалифицированных кадров. Как-то может отразиться на украинцах в нашем сюжете. Отопительный сезон в Украине под угрозой срыва. За этот год из газораспределительных компаний уволились тысячи квалифицированных кадров. Все из-за низких тарифов на транспортировку газа, из-за чего денег повышать зарплату попросту нет, говорят газовщики. Дивящий тариф предприятие перекрывает вытраты на 70%. Если в ближайшем не будет решено вопрос перегляда тарифа на распредел природного газа, завтра просто-напросто не будет с кем работать, не будет кем работать и не будет возможности даже так, как бы оно банально не звучало, заправить автомобиль и выехать на эту или иную аварийную ситуацию. Тариф, по которому компании транспортируют газ, не менялся еще с 2016-го, а значит не росли и зарплаты, хотя газ подорожал в два раза. Повысить тариф можно, не увеличивая цену на газ. Новую методику уже разработали. Чтобы она вступила в силу, документ должны опубликовать в газете Урядовый курьер. Однако там отказываются. Из незрозумимых причин газета Урядовый курьер выбирково публикует регуляторные акты НКРЕКП посылающись на то, что недостатное финансирование. Тем временем газораспределительные компании лишь наращивают долги. Уже должны Укртрансгазу более 6 миллиардов гривен. Укртрансгаз игнорует и порушивает требования кодекса газотранспортных систем за те послуги, которые операторы ГРМ не отримают и створятся за допомогой наднафтогазу при споживании природного газа тепловыми организациями. Эксперты уверены, все дело в желании нафтогаза увеличить прибыль, в том числе и за счет украинцев. Если нафтогаз закупает газ по более высокой цене и, соответственно, навязывает его облгазам для того, чтобы решить эту проблему небаланса, в итоге формально возрастает прибыль нафтогаза. Возрастает прибыль нафтогаза, руководство показало хорошие результаты, значит, он может претендовать на очередную премию. Напомню, после дела против «Газпрома» в стокгольмском арбитраже топ-менеджеры нафтогаза во главе с Андреем Коболевым насчитали себе более 45 миллионов долларов премий, а за прошлый год избранные сотрудники газового монополиста получили более 127 миллионов гривен премий. Такую щедрость госкомпании, оплаченную из кармана украинцев, уже расследуют правоохранительные органы. Тем временем в ситуацию с тарифами газовщики уже просят вмешаться правительство. Ведь пускать тепло по трубам украинцев может просто стать некому, а зима уже близко. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Все политические силы, которые хотят мира, стабильности и развития в стране, должны объединиться. Об этом сегодня заявил лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. По его словам, украинцы, которые хотят прекращения политического кризиса и реального экономического роста, одобрят и положительно оценят объединение оппозиционных сил. Однозначно с самого начала выступали за то, что смена сегодняшнего режима, она должна произойти как можно быстрее, потому что ничего хорошего людям от сегодняшней власти ждать нельзя. Они заняты собой, они как-то пытаются какими-то радикальными националистическими действиями продлить свое пребывание у власти, уцепиться, закрепиться, а каждый день пребывания у власти, он чреват потерями для страны, люди просто убегают из страны, люди беднеют, и это беда. Поэтому все силы, все политические силы, которые ставят свою программу восстановления мира, стабильности в стране, они должны объединиться, это наша позиция, она с самого начала была, и мы должны отбросить все личные недоразумения, которые были там в прошлом, ради общей задачи восстановления мира и стабильности в стране, и вообще восстановления страны как таковой. Это прежде всего восстановление войны и возвращение территории Донбасса. Это ключевая задача, которую сегодняшняя власть не способна решить, а у нас есть конкретный план, как это сделать, и мы знаем, что для этого нужно, для того, чтобы люди и территории вернулись. Это основная задача, которую мы будем сейчас ставить при объединении. Владельцы агропредприятий без поголовья и без земли в Венецкой области сегодня решали проблемы аграриев, в частности собственников малого и среднего бизнеса. Что грозит предпринимателям, расскажет Юлия Жешко. Бершицкий район в Венецкой области. Население здесь составляет почти 70 тысяч человек. Большинство из них живут за счет аграрного бизнеса, но в последние годы предприятия находятся в упадке, жалуются аграрии. Дело в том, что мелкий и средний бизнес фактически поглотили крупные агрохолдинги. И теперь ситуация близка к критической. Чтобы оценить ее масштабы лидера позиционного блока, Юрий Бойко посетил предприятие Устья. Мы вырубляем продукцию качественную. До молока люди не торкаются. Он достаточно большой. У нас было в два раза больше поглотов. 600 литров. А сейчас у вас 900. Сейчас 400 литров. Проблемы, которые существуют, понятно, в будущем развитии. Сам перед стабильностью, потому что мы занимаемся творительством, молочным скотарством и нужно вкладывать инвестиции. Для этого безумно нужно дешевые кредиты, которых мы очень потребуем, чтобы сделать и реконструкцию, и перебудову. Аграрии говорят, что им, одним из немногих в регионе, удается оставаться на плаву. Ведь владельцы более крупного бизнеса не брезгуют даже рейдерскими захватами. Люди, которые работают в аграрном бизнесе, они за него боятся. Чтобы в Украине начали выникать варварские атаки рейдерства. Нещедавний случай, который происходил в Харьевской области. Фермерское господарство строго, когда люди в Балаклавах зашли, захопили элеватор. В оппозиционном блоке уверены, таким образом в аграрный сектор пытаются привезти монополистов. С начала этого года уже 500 захватов, рейдерских захватов земли и урожая произошло в селе. Причем это абсолютно четко понятно, что это делается под крышей Минюста, руководства правоохранительных органов, потому что подкупленные нотариусы, вся эта свора нападает на фермера, отбирает землю, отбирает урожай и понятно, что это делается централизованно. И все депутатские запросы, которые мы направляли по этому поводу остались без ответа. Я думаю, что это должно получить самую жесткую оценку со стороны будущей власти. Аграрии утверждают, содержать один гектар в годе сейчас непомерно дорого. Средний и малый бизнес работают в ноль. При этом исправно платят государству налоги. У нас 43% это обликовое коло, сельхозпредприемцы, которые работают в Крымбе и платят налоги. 57% у нас центр называется односильник. Аграрии утверждают, которые не платят нам. власти. Это законодавчая власть, представительство в парламенте. Это посады, которые потребуются в уряде. Чтобы изменить ситуацию в агросекторе, к власти должны прийти профильные специалисты. То есть развитием аграрного бизнеса должны заниматься не ставленники полицил, а те же фермеры. Аграрии ждут от властей конкретных и оперативных решений, которые помогут защитить их собственность и наконец-то сделать их бизнес прибыльным. В десятках территориальных громад Украины не могут провести местные выборы. Процесс заблокирован из-за неточности в законодательстве. В результате центр избирком не может назначить выборы. Об этом заявил нардит Сергей Каплин. Он зарегистрировал проект изменений, который должен устранить эти проблемы. На жаль, сегодня чинное законодательство через решение Конституционного Суду и другие нормы закону заблокировали возможность создания дополнительных ОТГ. Я подготовил законодательный акт, который разблокирует создание ОТГ, который разблокирует выборы, даст возможность каждому простому украинцу выбрать себе местное управление. Отравление детей в Днепре из-за неизвестного вируса в больницу попали 18 школьников. Уже сегодня на уроки не пришли 250 человек. В учебном заведении начались проверки. С завтрашнего дня школа не работает. Что произошло, выясняла Елена Миндалюк. В 62 школе Днепра почти пустые классы. Сегодня на уроки не пришли 250 детей. Накануне после первого занятия плохо стало ученикам младших классов. У всех появилась тошнота, поднялась температура. А ближе к обеду на самочувствие начали жаловаться и остальные школьники. Я мама ребенка третьего и класса. У нас вчера поголовно в классе 18 человек дома были с рвотой. Трое родителей, которые нашли деньги и финансы, которые занялись этим вопросом, сдали анализ на ротовирус. У всех троих он отрицательный. В инфекционное отделение с признаками отравления доставили 18 детей все разного возраста. Предварительный диагноз кишечной инфекции с синдромом гастроэнтерита, гастрита. Ну вот кишечная инфекция. Директор школы утверждает, отравиться в столовой дети не могли. Среди заболевших есть и те, кто там не питается и списывает все на обычный ротовирус. Мы поведомили родителей, что лекаря вызвать обязательно, потому что до школы мы будем принимать только при наявности доведки, потому что не понимали, что это за хвороба, что это за инфекция и с чего это началось. Несмотря на то, что у детей подозревают кишечную инфекцию, столовую никто не закрывал, только провели дезинфекцию. Это все идет не со столовой. Это 100%. Салат капусты, мясо тушеное, пшеничка, булочка, чай, ой, булочки не было, чай и хлебушек. Все. В школе с самого утра работает специальная комиссия. Сотрудники областной лаборатории проверку начинают со столовой. Будем сейчас проводить отбор смывов, обследовать контактных и так далее. Пока информация устанавливается еще. Кишечная инфекция по первичной информации, а там будет видно. Представители комиссии проинспектируют не только столовую, но и классы. Причины такого массового недомогания детей выясняют и правоохранители. Уже открыли уголовное производство по статье нарушения санитарных норм и правил. Я могу от себя лично гарантировать, что если в инфекции будут виноваты, и это действительно отравление, а не ротовирусная инфекция, то виноваты понесут полную меру ответственности. Я буду обращаться в том числе в правоохранительные органы, в санэпидемстанцию. Всех госпитализированных детей будут лечить за счет горсовета, сообщил мэр города. А пока эксперты ждут результата анализов. Елена Водолюк, Иван Беленко. Подробности телеканал Интер Днепр. ГАСИ коррупциум навести порядок в государственной архитектурно-строительной инспекции обещают Генпрокуратура и Министерство регионального развития. По словам Юрия Луценко, ГАСИ один из самых коррумпированных органов в стране. Только за последний период задержаны на взятках руководители двух областных управлений, а в ближайшее время должности лишатся главные строинспекторы еще двух регионов, обещает вице-премьер Геннадий Зубко. За последний период на хабарах затриманный руководитель Волинской, Таранопольской, сама звенилась из работы руководителя Закарпатти. Это верхивка существующего полномасштабного механизма сбирания данных. Эти хабарии взросли. Давайте говорить по моим текстам. В городе Одесса при Януковичи сбрали 5 долларов за квадратный метр, а сейчас по моим данным за большие гроши нерухомность, не имеют возможности не отримать паркомиссию, не имеют возможности увидеть свой детский майданчик, не имеют возможности отвезти ребенка в социальном закладе или детском садке или школе. Сегодня вопрос в том, что разобраться, кто, каким образом ответственный и каким образом навести порядок. В Харькове во время спецоперации силовиков погиб участник ОТОМ. Произошло это на выходе из кафе, где должна была состояться встреча предпринимателя и рикетиров. У бизнесмена требовали 30 тысяч долларов. Во время передачи денег вымогателей попытались задержать, но один из них стал угрожать, что взорвет гранату. Силовики открыли по нему огонь. От полученных ранений мужчина умер в больнице. Одного подельника взяли под стражу. По информации СБУ злоумышленники терроризировали бизнесменов-застройщиков, прикрываясь Ассоциации ветеранов ОТОМ. Деньги требовали якобы на благотворительность. Америка ждет удара. Ураган Флоренс приближается со стороны Атлантики к побережью США и уже сегодня должен достичь Северной и Южной Каролины. Объявлена эвакуация. Дмитрий Анопченко выяснял насколько все серьезно и сколько людей могут покинуть свои дома. Эти кадры сейчас на американском ТВ популярнее любого телесериала. По картам и спутниковым снимкам страна следит как приближается Флоренс. Благо технологии теперь позволяют. Последние сводки с атмосферных фронтов. Ураган продвигается со скоростью 175 км в час и сегодня действительно обрушится на Каролину. Там к приходу стихии уже которые сутки готовятся. На местных заправках размели все горючее запасаясь бензином для машин и дистопливом для портативных электрогенераторов. Люди заколачивают досками окна и двери домов увозят подальше от побережья домашних любимцев. Вот так сейчас выглядит городок Чарльстон. Популярное среди туристов направление. Улицы практически пусты. У дверей магазинов и ресторанчиков баррикады из мешков с песком. Те, кому ехать некуда на свой страх и риск останутся дома пересиживать непогоду. Те, кто может хоть куда-то сбежать, пакуют вещи. Боимся наводнения, отключений электроэнергии, не хотим оказаться в ловушке, так что едем к моей маме, заодно буду спокоен, что с ней все в порядке. Национальная метеорологическая служба сообщила, предупреждение об урагане действует в районах, где проживает более 10 миллионов человек. И даже тот факт, что он ослаб до третьей категории из пяти возможных, не уменьшает опасности. Пережить стихию готовился и Вашингтон. В городе даже режим чрезвычайного положения объявили, но синоптики сегодня скорректировали прогнозы. Сообщили, столицу непогода все же обойдет стороной. Флоренс, ударив по Каролине, повернет на юг. Там сейчас грандиозные пробки на трассах. Люди едут прочь от непогоды. Как дальше будут развиваться события, покажут ближайшие 24 часа. Погода сейчас настолько непредсказуемая, что ураган способен утихнуть, не принеся значительного вреда. Или действительно стать самым опасным ураганом за последние десятилетия, как сказал о нем Дональд Трамп. Так что Америка на всякий случай, надеясь на лучшее, готовится к худшему. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Положение Украинской Православной Церкви в 2018 году усложнилось. Об этом заявил глава представительства ОПЦ при европейских международных организациях епископ Баршевский Виктор во время ежегодной конференции ОБСЕ. По его словам, в Украине продолжают нарушать права верующих и разжигать религиозную вражду. Епископ также напомнил об избиении верующих силовиками и ареста недвижимости. По его мнению, верующие не получают надлежащие защиты, а виновники остаются безнаказанными. Мы говорим про то, перед международной сообществом, что на сегодняшний день близко 40 храмов захоплены на территории Захидной Украины. Мы обязаны говорить о том, что риторика ненависти также усиливается и она направлена против наших верующих, против православных, Украинской Православной Церкви. Мы также обязаны приводить и другие примеры, которые свидетельствуют про то, что действительно дискриминационные процессы по отношению к Украинской Православной Церкви набирают систематического характера. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. А завтра не пропустите итоговую программу подробностей недели с Алексеем Лихманом. И желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова